Вопрос о том, можно ли по речи человека что-то узнать о нем самом, насколько речь отражает его богатый внутренний мир, ну или какой-то другой, если он есть вообще? Значит, да, конечно, можно, потому что дело в том, что люди, когда используют речь, а это один из основных способов коммуникации, они стараются, особенно при общении с другими людьми, как-то максимально добиться результата. Ну, то есть, что сделать? С одной стороны, решить биологические задачи, если они стоят, ну, показать себя лучше, чем человек есть на самом деле. А во-вторых, проявить, собственно говоря, свою способность решать биологические задачи. Ну, какие? Ну, все те же самые. Размножение, еда и доминантность. Поэтому часто в речи идут на обман, на откровенную фальсификацию. Если не соответствуют логике рассказа, стараются обмануть. Причем зачастую настолько глупо, что с каждой второй фрази возникает противоречие. Но это можно видеть очень хорошо у европейских политиков. Они такие непосредственные, такие милые ребята, что не заморачиваются никогда. То есть, если у них через четыре фразы будет полное противоречие тому, чего они сказали вначале. Ну, например, там вот этот их председатель или генсек, конечно, из НАТО. Ну, он вообще это шедевр, так сказать, интеллектуальный гемочи. Но, тем не менее, довольно забавный человек. Вот на его примере можно всегда посмотреть, как умудряется человек говорить взаимоисключающие вещи. Но речь-то идет о чем? Не о том, что он вот лишен логики. Да нет, логика есть. Но это просто логика биологическая. Он решает биологическую задачу. Получение еще много-много лет своей зарплаты в НАТО. То есть, ему нравится, что у него жена ходит в хороший магазин. Или там друг, я уж не знаю, какой-то там ориентации. Или еще чего-то в таком. Ему нравится есть на хорошей машине. Ему нравится, чтобы его уважали. Ну, как любую обезьянку. Ну, поэтому он готов нести все, что угодно. А это НАТО, это только повод для того, чтобы получить эти самые, лишить те самые биологические проблемы. Поэтому, да, конечно, речи много о чем можно сказать. Вот по нему видно, что основная цель – это не оборона европейцев, а спасение собственной шкуры и продолжение ее ухода за ней, за этой шкурой. Расход, шампунь, там все как надо. То есть, на самом деле, никакого отношения, в данном случае, к реальным задачам НАТО он не имеет. Ну, и так и в бытовом отношении. Любой человек в разговоре, как правило, преследует несколько целей. Ну, биологические размножения, да, доминантность, из которых выходит желание показать себя, добиться некого результата. Ну, и, в конце концов, интеллектуальные. Иногда при собеседовании на работе или при, так сказать, трудоустройстве, или при заведении новых знакомых. Ну, человек не хочет, так сказать, ударить в грязь лицом. И это понятно. Потому что, ну, хочется же все-таки быть немножко лучше. Хотя бы на те 10 минут, пока с тобой разговаривают. Ну, вполне понятно, что ближайшие рассмотрения последствий, контактов таких, они заканчиваются одинаково. То есть, да, речь, она много говорит очень о человеке. Но если вы умеете ее анализировать, если сами владеете достаточно большим количеством слов и их значений, тогда вам все ясно. Но сами затраты на речь, это отдельная как раз часть моего рассказа, они очень велики. И дело в том, что мы думаем всегда, когда про себя даже думаем, говорим. Мы проговариваем фразы, мы мыслим словами. Нет, ну, некоторые мыслят, конечно, исключительно образами. Там видят что-то такое большое и мягкое, и больше ни о чем думать не могут. Или там большую кучу золота. И тоже. Ну, это такой край образного мышления, наиболее примитивного. Нет, ну, в некоторых странах вместо этого видят соответствующий иероглиф, что тоже такой же примитив. Нет, когда мы говорим о более сложных вещах, и слова надо выстраивать в некие цепочки, вот тут начинаются затраты мозга. И затраты большие, потому что надо же четко себя понимать, что когда мы говорим про себя, так сказать, сосредоточенно закрыв рот, мы все равно сокращаем всю мускулатуру лица, которая участвует в этом самом разговоре. И поэтому человек, чем старше он становится, тем более противные рожи обычно возникают у тех, кто думает о всяком о плохом. Почему? Потому что мышцы все равно сокращаются даже при мыслях про себя, и тогда плохие мысли превращаются в плохие рожи, ну, то бишь лица. Этого надо стараться избегать. Ну, есть всякие шпионские приемы, там надо впасть, все время держать зубы разомкнутыми, как бы впасть, засовывать вот такую штучку размером с карандаш, чтобы зубы не касались. Тогда мышцы будут немножко меньше выдавать ваши сокровенные мысли. А так, при построении сложных фраз нужно подключать большое количество различных центров мозга. У меня есть специальная лекция про каллиграфию. Вот примерно такое количество. Кто хочет, может обратиться. Примерно такое количество и нужно фраз при построении фразы затрачивать энергии мозга. А чем больше энергии затрачивается, тем меньше наш организм этого хочет. Мы же зачем будем расходовать энергию, когда достаточно простых междометий, то есть так называемых речевых смайликов, которые являются общепризнанными сигналами определенного сорта. И современные молодежи с удовольствием это пользуются. Я не говорю, что это плохо. Нет, это хорошо. С ними удобнее будет работать потом. Ну и не очень жалко. Понимаете, когда у вас человек литературно образован, с прекрасной речью, с знанием истории, культуры страны. Ну как-то его жалко. Но когда вместо речи одни смайлики, ну как-то... Это почти символьное мышление, которое характерно для беспозвоночных. Ну в этом случае, собственно говоря, и жалеть-то не о чем. То есть, если мы хотим использовать мозг наш целиком, то мы должны накапливать в нем образцы речевых оборотов, образцы литературных достижений всего человечества, им пользоваться. В противном случае те области мозга, которые будут невостребованные для этих целей, они, собственно говоря, раньше выйдут из большого спорта. Кровоток у них начнет снижаться до полного и приятного маразма. Поэтому надо относиться к осторожностью, к праздности, конечно, которая привлекательна, но не до такой степени, чтобы решить все наши проблемы. На поведение оно всегда сказывается очень просто. Если вы видите бабушку, которая говорит передовицам из газеты «Правда» 75-го года, то будьте уверены, что ничего другого, кроме информации из этих передовиц, в его голове уже возникнуть не может. Почему? Потому что снижение воскулиризации, склероз вызывает гибели огромных областей мозга, которые уносят вместе с памятью, которая исчезает навсегда, и способность накапливать новые вот эти самые лингвистические конструкции, которые столь ценны в нашем мире. На этом, уважаемые слушатели, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok